Продолжим наши уроки по книге «За смысл и законы достойной речи» Ежедневный урок Урок посвящается И мы сегодня на 105-м дне остановились Тут не очень мне понятен, честно говоря, порядок, в котором они описывают заповеди у Хофисхайма Есть определенный порядок его книги Как мы знаем, он разделил ее на две части Законы Лошанарая и законы Рахилута Я уже говорил, что то, как он объясняет разницу между этими двумя концепциями На базе того, как он понял, видимо, Рамбама и Райвада Что Рахилута, когда говорят самому человеку то, что к нему относится Что про тебя так сказали или тебе так сделали В случаях, когда это не имеет конструктивной цели Или какие-то другие условия не соблюдены Это называется у них Рахилут А Лошанарая, это просто когда говорят о каком-то человеке плохое Но тому, кому рассказывают это отношение, прямое к нему не имеет Поэтому в случае Рахилут конструктивная цель гораздо чаще встречается, чем в случае Лошанарая И они разделили определенным образом Они, кстати, в пометках на иврите, вот в английском издании В пометках на иврите в конце они описывают, почему они разделили Не совсем так же, как Хофицхайм Но у них получилось, что какие-то из законов, которые в одной категории Хофицхайма Фактически попали в другую И они объясняют, почему Но еще сам порядок внутри этих законов У Хофицхайма, например, есть глава, скажем Которая объясняет, что даже правду нельзя говорить в случае Лошанарая Глава насчет то, что Милта де Итамра бе-бе-бе-бе-бе-бе-трей Насчет то, что сказано было перед тремя Объяснения этой суги и разных законов Законы того, про кого можно говорить Лошанарая Камура можно или нельзя говорить Лошанарая Законы Туэлэ Да, десятая глава, наверное, самая важная Когда условия, которые должны быть соблюдены, чтобы было Лотуэлэ А в законах Рахилута у него 9 глав, а не 10 И они в чем-то похожи и параллельны Но вот опять же, последняя глава в каком-то смысле, на мой взгляд, самая главная Когда, значит, можно рассказывать, если это Лотуэлэ Для правильной цели А у них получается, что я не очень понял, какая система И у них они прыгают от одного к другому Но, видимо, потому что это каждый день изучения отдельный В всяком случае, дальше они переходят снова Про разговоры еврея, не соблюдающим заповеди Пишут следующее 105-й день 15-е Тевета и 16-е Томуза Это на два цикла изучения в один год Сегодня они помещают и 15-е Тевета и 16-е Томуза Видите, мы уже чуть-чуть теперь обогнали До сих пор мы всегда не догоняли Мы же начали изучать всего, ну, пару недель назад, кажется, да, эти книги Первые мои уроки были А сейчас уже дошли до 16-го Томуза Как раз сегодня 16-я Томуза, да Получается, мы догнали, наконец, этот цикл и скоро перегоним У нас это не займет полгода, а займет, может быть, меньше месяца, я думаю, блин, Эдер Итак, мстя другому, человек вредит себе Когда мы уже, как мы уже знаем, в любой ситуации, когда человек своими словами совершает нарушение Слушать его запрещено В частности, нельзя слушать ложный нрав человеке, не соблюдающим заповеди Если не известно со всей достоверностью, что он опикойрес Отрицает основы веры и закона Я уже говорил, что, на самом деле, насчет человека, который мумор У Хофицхайма, похожая стира И они, похоже, тоже с этим согласны, если я их правильно понял Что, определенно, есть места, где с Хофицхайма выглядит, что и мумор постоянный Тоже к нему уже, если он ломает, ну, известные заповеди, которые обычные евреи религиозные не ломают Постоянным образом их ломает То тогда тоже уже не относится ложный гора к нему Но, по другим мнениям, и, возможно, Хофицхайм сам был не уверен, я не знаю Может быть, относится Но насчет Тинакшинишба, о котором мы будем сейчас говорить снова Да, я уже говорил свое мнение, которое базируется на писаниях Раммуштамбуха и других Вот, во всяком случае, то, что они здесь сразу перепрыгивают Что только опикойрес к нему, значит, не относятся Да, они уже говорили свое мнение, и не знаю, зачем они здесь это повторяют Просто здесь-то в контексте слушать, а до этого было в контексте разговаривать Но закон одинаковый Когда нельзя разговаривать, нельзя и слушать, и наоборот Как уже отмечалось, сегодня обычный несоблюдающий еврей Классифицируется как Тинакшинишба Опять же, это неправда То есть, обычные нерелигиозные евреи не всегда классифицируются как Тинакшинишба И даже по Хазу Нишу я уже говорил это не раз Сегодня, кстати, когда спрашивают у современных раввинов, великих мудрецов Израиля Рава Ильяшева спрашивали, Рава Хайм Каньевский, другие Многие из них не считают сегодняшнего стам нерелигиозного еврея как Тинакшинишба И также здесь, средиамериканских евреев, Рав Харфинес, да Я уже не говорю про такие общины, как Адата Харидид, там Рав Минхатьицкак Все они считают это очень натянутым, любого нерелигиозного еврея там считать как Тинакшинишба Тинакшинишба это совершенно определенная категория во время Хазаль Я уже говорил, что не факт, что от того, что человек не Тинакшинишба, значит он мезет гамур Это тоже другая крайность Есть две крайности, Тинакшинишба, который вообще не виноват в своих грехах Вообще ничего не знает про иудаизм И, да, такие люди были в Советском Союзе, например, при коммунистической власти И другая крайность, это человек, который полностью виновен во всем, что он делает И с него самый большой спрос А есть еще очень много категорий посередине И сегодняшние нерелигиозные евреи, очень многие, они не мамашки на Кшинишба Но и винить их сильно мы не можем Тем более, что не наше дело винить кого-то Это уже Всевышний пусть решает Мы надеемся, что каждому человеку будет тикун Да, как сказала мудрая женщина Давиду Киллой дах мемя, но не дах Какой-то тикун есть у всех, может через Гилгу, еще как-то Но дело же не в этом, нам нужна практическая халаха Есть определенные законы, которые относятся к нерелигиозному еврею Есть много разных категорий, которые Талмуд нам определяет Да, мумор, мин, апикойрис, кофер, мишумад Да, есть разные категории, да, цедоки И множество других Кути, самаритянин еще в те времена была категория Сегодня самаритяне, они как неевреи считаются Но когда-то они в чем-то, по каким-то мнению были как евреи В общем, было много разных категорий разного типа людей Которые не совсем в нашей общине, но, или совсем не в нашей Но какие-то имеют, да, в чем-то похожее на евреев Или что-то связанное, связанное их с аудаизмом Так вот, у всех этих людей были разные категории И сравнивать их с сегодняшними нерелигиозными евреями Трудно, и в какую категорию помещать И поэтому, что касается практической халахи Вино, которое коснулся нерелигиозной евреи сегодня Можно считать миньон нерелигиозного еврея И все подобное Большая часть раввинов, на самом деле, строгие Только бешат адхак, некоторые разрешают Известно, что Хазуныш, например, не стал считать нерелигиозного еврея в Израиле В миньон Хотя, казалось бы, он же Тинакшинишба По мнению самого же Хазуныша Во-первых, я уже сказал, что Хазуныш не говорит, что они все как Тинакшинишба всегда И ставит несколько условий Просто мы не уверены И как бы даем ему benefit of the doubt Надеемся, что он, да, менее виновен И что если бы его по-настоящему упрекнуть Может быть, он стал бы по-настоящему религиозным Но, что касается Лекула Относиться к нему полностью как к другому ортодоксу Это мы не можем Да, если он считается Сафик Тинакшинишба Многие раввины считают, что сегодняшние нерелигиозные евреи Многие из них Сафик Тинакшинишба Но, во всяком случае, не Вадай Тинакшинишба Поэтому то, как они это описали запросто Что все там, понимаешь, нерелигиозные евреи Там, да, похищенное дитя Которое не ведает, как правильно поступать Жертва невежества и обстоятельств А не как апикойрес Да, другая экстрим Да, другая крайность Когда человек точно полный еретик Который хорошо знает традицию И не соблюдает законы из принципа Напикорту отцу Кстати, при чем здесь соблюдение законов Вообще слово апикойрес То, как его определяют с времен Рамбама Это именно связано с верой Да, не веря во что-то Из принципов веры Да, не то, что он соблюдает Или не соблюдает Может, во время хаза Понимаете, слово апикойрес Оно происходит в слове философа апикойреса Бекура Который действительно пропагандировал Такой вот хефкерес Да, образ жизни И во время хаза Действительно То определение, которое дается В трактате Сан-Хедрин Вообще не имеет отношения Ни к тому, что написал Рамбам Ни к тому, что здесь написано Да, это человек, который там говорится Что позорит друга перед Равином А по-другому мнению Перед самого Равина, так сказать Да, и отнесся к нему И с издевкой Вот Но Можно сказать, что это пример просто Да, и какого-то общего Хефкейрус Да, общего поведения Всяком случае То, как они здесь сказали Что он не апикойрес Который хорошо знает традицию И не соблюдает законы Из принципа Наперекон Творцу То есть человек должен что? Именно Хорошо знать еврейский закон И при этом все равно На зло Всевышнему Да, во что он верит этот человек? Они же не главное не упомянули Во что человек этот верит? Как я сказал, более принятое определение Опикойреса сегодня По Рамбаму Это связано с тем, что он не верит В определенные вещи А не вопрос Что он Да, если человек бы во все верил И что-то не соблюдал То по Рамбаму он не опикойрес Да Как можно вообще не соблюдать В большинстве случаев Наперекон Творцу Что так много есть людей Которые идут именно Наперекон Творцу В том-то дело Что они не верят Что Всевышний этого от нас хочет Или что Тору была дана И тому подобное Рамбам на самом деле Пытается разделить Между разными типами Неверующих И делит их на три группы Миним Апикорсим И Кофрим Да, в зависимости от того Какие именно принципы веры Они отвергают Что первые принципы Отвергающие их Мин Там другие принципы Он опикойрес А третьи принципы Он Койфер Но насчет слов Рамбама Тоже есть большой царь Хьюн И я не буду сейчас В это вдаваться Во всю эту философию Кто именно В какой из этих категорий Еретиков Всяком случае То, как они определили Мне вообще не нравится Между прочим Я посмотрел В английской версии Вообще нет Объяснения слова Опикорес То есть это сам Раф Гедалия Здесь объяснил Опикорес И как я сказал Я не согласен с этим объяснением Мы упоминали о том Что можно анализировать Образ жизни Нерелигиозные евреи Чтобы научить других евреев Не поступать Как он Поскольку речь Литто Элот Ради позитивной цели Поэтому слушать Такую информацию Тоже можно Если недостойное поведение Человека делают Достоянием гласности Чтобы получить Побудить его измениться Надо слушать Сведения о нем Ведь если Все Все откажутся И станут игнорировать Эти сведения Цель не будет достигнута Следующий 17-я тамуза Как раз На день поста Попало Изучение 106 дня Информации Вторых рук Заповед Лоти Саша Машав Да В основном Здесь тема Видимо У них сейчас Такой порядок Что они занялись Темой Слушать Запрет Слушать Лошенгарану Почему-то тоже Примешивают Другие вещи Как мы еще увидим Значит Вопрос Запрета Слушать Лошенгарану Запрещает Принимать Негативные высказывания О человеке О группе людей Как бесспорный факт В смысле Верить тому Что сказали Чтобы точно Сообщить О чьих-то поступках Или высказываниях Нужно глубоко Знать Ситуацию В которой Это произошло А также Присшествующие Ей события Которые К этому привели И еще Необходимо Адекватно Воспринимать И понимать Строй мыслей Того О ком говорится И манеру Его разговора Если вы сами Не были свидетелем Событий Вы не должны С полным доверием Относиться к чужим сообщениям Ибо такая точность Практически невозможна Безоговорочно Полагаться на Объективность И глубину Понимания Свидетеля Неблаговидного Поведения Тора считает Наивным И неправильным Кроме того Передавать Передавать Негативную информацию Без конструктивных Целей Значит совершать Грех Ложен Гора Поэтому Честность И прямота Свидетеля Нарушающего Этот закон Уже под вопросом И нельзя Воспринимать Его слова Как вполне Истинные И точные По закону Торы Бей Дин Принимает Как факт Только свидетельство Двух достоверных Свидетелей Да и то Лишь после Подробного Опроса Чтобы устранить Возможную Ошибку 107 день Тут написано Почему-то Они перестали Писать курсив Стали писать Наоборот Болт Как говорят По-английски Выделенным Шрифтом Черным Мы должны Научиться Любить Ближнего Так же Глубоко И непоколебимо Как глубоко И непоколебимо Любит Творец Каждого Еврея Итак Хороших Намерений И конструктивной Цели У передающего Негативную Информацию Еще недостаточно Чтобы Принять Его Сообщение Как факт Выслушать То, что Говорят Преследуя Конструктивную Цель Разрешено Но Нельзя Этому Безоговорочно Верить Позволяется Учитывать Эту информацию В своих Действиях Допуская Что она Может В соответствии Действительности Надо Запомнить Что первое Условие Негативного Сообщения Литой Элит Информация От прямого Свидетеля Принимать Ее Как факт Нельзя Соответственно Запрещать И предавать Ее другим В ситуациях Решено Передавать Информацию С вторых рук Следует Предупредить Слушателя Что вы Слышали Об этом У других И не Можете Ручаться За достоверность Талмуд Сообщает Негативную Информацию Нельзя Принимать Как достоверный Факт Но человек Может И должен Защитить Себя И других На случай Если сообщение Верно Хотя Верить Ложно Наивно И неправильно В той же Мере Наивно И безответственно Полностью Игнорировать Сообщение Которое Может Спасти От Возможного Ущерба На личном Уровне Отношение К человеку О котором Получена Негативная Информация Не должно Меняться Возможно Все сказанное О нем Не точно И вообще Ошибочно То что вы Услышали Не должно Отражаться На Ваше мнение О нем Следует Относиться К нему По прежнему Доброжелательно И помогать Ему Как и раньше Но при этом Надо принять Меры Повредосторожности Исследовать Этот вопрос И защитить Тебя от Возможного Вреда Как если бы Сообщение Было Истиной Предположим Кто-то Сказал Что ваш Знакомый Нечестен Считать Это Фактом Запрещено Но кошелек Держите Подальше Так Скажем О человеке Который Собирает Подаяние Говорят Что он Вполне Состоятельный Тем Не менее Следует Помогать Ему Как Прежде Пока Вы Не убедитесь Что он Не заслуживает Поддержки Вот Мы уже Говорили Что вообще Хофицхайм Получается Считает Что даже Думать В мыслях Что это Правда Нельзя Я не уверен В их словах Проходит ли это Четко Но По Хофицхайму Нельзя это Принимать Даже Такой степени Чтобы Просто Поверить Это В глубине Души Так Сказать Только Бояться Что вдруг Это Правда И Предохранить Себя В этом Отношении Но Если Человек Например Услышал Одного Свидетель Которому Он доверяет Какую-то информацию Про кого-то Я уже говорил Очень трудно В это Не поверить И Хватит Нас того Что хотя бы Мы попытаемся Не делать Ничего На базе Этой Информации Что-то Что непроверено Здесь Только Один Свидетель Мы не можем Никакого ущерба Приносить Этому Человеку Но Так Чтобы Вообще Не поверить В это Это Почти Невозможно Как я уже Говорил От имени Муштавуха Который Цитирует Хазунышев Итак Как мы знаем Что негативные Высказывания Человеке Нельзя принимать Как достоверность Даже если При этом Имели в виду Вполне Конструктивную Цель Но следует Принять Меры Предосторожности Не меняя Мнения О человеке Мы также Учились Что побудить Другого Яврея Греху Это нарушение Заповедей Не став Камень Прикновения Перед Слепым И отзываясь Негативно О человеке С конструктивной Целью Надо позаботиться О том Чтобы слушатель Не совершил греха Восприняв Сообщение Как факт А теперь Вот обратно Они говорили Про михшоль Когда Слушатель Делает михшоль Перед рассказчиком Теперь обратно Рассказчик Делает михшоль Перед слушателем То есть Если Опасность Что слушатель Примет информацию Как стопроцентную При том Что он на это Не имеет прав Немножко странно Да Рассказчик То знает Что это правда Поэтому он и рассказывает Но Тора Не дает нам Доверять Одному человеку Но получается Что все равно Рассказчик Должен получать рассказ Только если он уверен Что и слушатель Не примет это Как правду То есть Он должен подчеркнуть Правильно Предварить Свои слова В чем-то вроде Не воспринимая это Как факт Я могу ошибаться Но отнестись К этому серьезно Совершенно непонятно Да Вот допустим Человек знает Это как факт И вовсе не говорит О чем-то Что только его мнение Он знает Что этот человек Обманывал Его и других людей Сто процентов Но у него нету Двух свидетелей Да Он единственный свидетель В данном случае Обмана И он теперь Пробуждает другого Так получается По мнению Того что они здесь написали Нужно будет ему сказать Что ты мне все равно Не верь При всем при этом Что он сам уверен И при этом он говорит Что не верь мне Потому что если он поверит То так как он поверил Одному свидетелю Но получается Что Да Этим тоже Согласно тому Как они это поняли Да Получается Что он этим тоже Делает грех А значит Его приводит к греху Рассказчик Его приводит к греху Хотя рассказчик знает На сто процентов Что он говорит абсолютную правду Это очень интересный Да Какой-то Можно сказать Что Парадокс Я бы сказал Своего рода Что человек знает Что он говорит правду Но при этом Обязан по их мнению Сказать слушателю Не верь мне полностью А только будь осторожен Да Не принимая это как факт Я могу ошибаться Но отнесись к этому серьезно Окей Наше поколение Обладает огромными заслугами И надо стараться Пробудить к нему Милосердие Творца Опять написано Твердым шрифтом Да Булт Но при этом Я думаю Что должно быть курсив Вот как они писали раньше Такие эпиграммы Вот Это уж без сомнений Не из книги Хофицхайма Да Я так думаю Потому что О каком поколении идет речь Поколение Хофицхайма Это не наше поколение Наше поколение Это уже поколение Послевоенное Балайдшува Но у Хофицхайма Почти не было движения Балайдшува В его местах Отход был только в одну сторону Но наш поколение Действительно имеет Огромные заслуги И это вот движение Балайдшува И общее вообще Общее возрождение Торы Которое произошло Именно уже после смерти Хофицхайма Хофицхайм не застал Ничего подобного Но вот эффект Который произошел В том числе Из-за его книг тоже Ему нужно тоже отдать должное Но разумеется Не только ему И много очень факторов Сыграл роли В том числе Харизматичных раввинов Которым удалось Сплотить вокруг себя Целые группы евреев И возродить Силу И желание евреев Соблюдать Это же Балайдшува Не только относится К евреям Которые родились Допустим В нерелигиозной семье И стали религиозными Было очень много евреев Которые в общем Были более-менее Из религиозных кругов Которые У которых опустились руки Либо После Как результат Второй мировой войны Либо еще По каким-то причинам Но все равно И это произошло И у венгерских И у румынских Венгерских евреев Это одна Большая группа У нас здесь Другие Это конечно Любавичи И вообще Русские хасиды Третье Это полное возрождение Литовского Тоже Там тоже было Не так уж Все Держалось Появились и ишивы И это все И в Израиле В Америке И в других странах Возродило Но и у Сифардин Тоже можно сказать Очень большое было возрождение Потому что В их странах В Комнате Ираке Уже не так уж Соблюдали В последнем поколении Не только можно Винить сионистов Которые привезли Этих людей И в Израиле Сделали из них Нерелигиозных евреев Из их детей Во всяком случае Марокканских евреев И так далее Тут уже И в самих этих странах Начался отход И опять же После этого Вот сейчас Есть немало Харидимных Сифардских раввинов Которым удалось Полностью Эти группы Тоже возродить И сейчас Совсем все по другому Вот Поэтому я хочу сказать Что в нашем поколении Я полностью согласен Если это идет Именно о нашем поколении Если они не Хофиц Хайма Цитируют А именно наше поколение Да То у нас очень-очень Много заслуг У нас очень много евреев Которые стали Более религиозными Которые стали Полностью религиозными Из тех Кто вообще не был И те кто были Частично Да Что-то соблюдали Вот Немало кстати Из бывших Консервативных евреев Сдвинулись направо И стали Без так сказать Явного Вот полностью Изменения В корне Как у Балтшува Это происходит А скорее Вот просто стали Соблюдать Как ортодоксы Ну как модерные Ортодоксальные евреи Немало из сегодняшних Модерных ортодоксальных евреев Их бэкграунд Так сказать Они происходят Многие из них Из групп В принципе Консервативных Да Консервативное движение Фактически можно сказать Разделилось Часть из них Сегодня как реформисты Практически А часть В общем-то Их потомки Стали ортодоксами То есть В всяком случае Очень многие евреи В Америке И в других странах В Израиле По всему миру Да Возвращаются к Тории И без сомнения У нас очень много заслуг С этим никто не спорит Поэтому Как говорится Надо стараться Пробудить к нему Милосердие Творца Окей Теперь сам закон Мы учили Что высказывание Негативно Для облегчения души Одна из форм Конструктивной речи Человеку Который нуждается В поддержке Ободрении Или совете Разрешено выразить Гнев, обиду И разочарование Близким людям Родителям Супругу Или наставнику Слушатель обязан Обеспечить ему Такую поддержку Но И в таких случаях Слушатель не должен считать Что полученная информация Абсолютно соответствует Действительности Я уже говорил Что не просто Не должен считать Что не абсолютно Не абсолютно Соответствует А скорее наоборот Нужно считать Что все сказанное Может быть неправдой То есть Он принимает Это только Чтобы помочь человеку Но С другой стороны Он не должен верить Ни во что из этого Для него Она из вторых рук Это следует понимать Аллаха Позволяет человеку Иногда Выпустить пар И выразить Свои негативные чувства Но Совершенно очевидно Что тот Кто считает себя Жертвой несправедливости Или обиженной стороной Не в состоянии Судить объективно Поэтому Всякое его Негативное высказывание Надо воспринимать Как выражение Его чувств А не точный отчет О происшедших событиях При таком подходе Близкие люди Могут полагаться Друг на друга И ожидать Моциальной поддержки Не нарушая законов Детские лошонара Взрослые зачастую Принимают Бесконтрольно Что увы Приводит К несправедливым Решениям Случается Один Два Из лидеров Класса Испытывают Антипатию К учителю Их рассказы О его прегрешениях Начинают Расходиться По школе Разумные Родители Конечно Прислушиваются К рассказу Ребенка О школьной жизни Но прежде чем Жаловаться на учителя Стараются найти Позитивные Объяснения Его поступкам Как известно Всем взрослым Недозволенность Ученика Не обязательно Соответствует О неправильности Поведения Учителя Версию Ученика Можно рассматривать Но нельзя Принимать Как факт Она требует Серьезной проверки Вдумчивого исследования Прежде чем Предъявить Учителю претензии Надо убедиться Что он действительно Виноват Учитель Также не должен Слепо Принимать на веру Рассказ учеников Друг о друге Здесь тоже Надо быть Тщательно Все выяснить И лишь тогда Переходить к действиям Индивительно Что они упомянули Можно ли вообще Учителю слушать То что рассказывают Ученики друг о друге Видимо раз они Упоминают Что они должны верить Значит само слушание Ему разрешено И даже митцва Чтобы следить за тем Что происходит в классе И проверять Я уже говорил Что это шит Раб Моши Штарамбуха И Шеви Талеви И других равинов В отличие от раба Фанси На которые это запрещают Учителю Просить учеников Рассказать кто что сделал И тому подобное Галаха разрешает Принимать во внимание Некоторые слухи Но никогда не позволяет Считать их фактом Важно провести Галахическое различие Между слухами К которым стоит прислушиваться И теми Что по определению Торы Считаются Разновидности убийцы Убийства Если слухи Касаются человека Которым известно Что У него есть И в общине Враги Можно предположить Что именно они Являются их источником И тогда Им нельзя верить Ни в коей мере Даже если Все в этой общине К этому человеку Относятся хорошо Слух должен циркулировать По общине Дня полтора Не теряя силы Прежде чем Его воспринимают Серьезно Вообще Этого дня полтора Взято кстати из геморы Там это говорится Правда про конкретные вещи Да ведь слухи имеют Халахическую Какую-то Валидность В каких-то ситуациях Мамыш Вот в законах Не только лошен гора Да упоминается Идея слухов Да Плохие слухи Про кого-то Или какие-то Слухи Которые Могут поменять Статус человека Да Ни кошеный коин И тому подобное Когда слухи Кажутся достоверными Например по поводу Статуса коина Вы видите Пример как раз Или других вопросов Происхождения Халаха Позволяет поставить под сомнение Статус этих лиск С несчастью Обычно такие слухи Просто лошен гора Но даже если Халаха позволяет Относиться к слуху серьезно Принимать его Как факт нельзя Мы уже говорили Человек не должен Принимать на веру Негативную информацию О людях Если даже Что он получил От жены Или близких людей Максимум Допустить Это что Это может быть правдой Тому доказывает Одно исключение Когда слушатель уверен Что информацию сообщает Человек необыкновенно Честности И точности выражений Так как говорится Человек которому Верят как двоим Слова его Точно тщательно взвешены Такому собеседнику Можно поверить И считать Что припереденная информация Вполне адекватна событию Рассказчик считает Сообщает все В точности Как оно было И слушатель Как бы Сам становится Очевидцем события И поэтому Может принимать его Как факт Но Поскольку Само мнение Слушателя О безупречности Рассказчика Является субъективным Ему не следует Передавать эту информацию Дальше Даже в целях Туэллет В отличие от случая Которым он Был действительно свидетелем Хофицхайм полагает Очень важно Это кстати Цитирует опять же В книгах Что мнение Хофицхайма От имени Кстати Гаониум Что сегодня Нет концепции Неманки Бейтрей Хотя Мудрецы Ранних поколений Это написали В отношении Именно финансовых законов Там у них Не было книга Еще положено Гра Но Хофицхайм Вот цитирует Что сегодня Вообще никого Нельзя считать Достаточно Объективным Чтобы считать Что да Мы ему доверяем Как двоим Чтобы его слова Можно было принимать Как факт Поэтому Всем запрещено Принимать как факт Негативное сообщение На основе чьих-то слов Без прямых доказательств И на этом Мы на сегодня Закончим Урок наш Посвящался Рифуа шлема Ляцлаха Бихулинимшель Хадаса батаху Бихулинисраэль